Жить станем лучше и дольше. 22 августа глава Якутии подписал четыре указа, среди которых стратегически предполагающие повышение качества жизни якутян. Что об этом говорят в Хангалатском районе и какие задачи стоят перед властями республики, расскажет Виолетта Засимова. По словам экспертов, августовские указы Илдархана сопоставимы по своей значимости с майскими указами Владимира Путина. А особняком стоит указ о стратегических направлениях повышения качества жизни населения республики Саха-Якутия. В нем речь идет о дальнейшем развитии промышленного производства как базы для динамичного подъема экономики республики, об усилении секторов экономики, направленных на развитие местного производства и об обновлении инфраструктуры на новой технической и организационной основе, транспортной доступности, надежного тепло- и энергообеспечения населенных пунктов. Все это должно привести к созданию не менее 50 тысяч новых рабочих мест. У нас же как раз 1 января 2017 года мы планируем уже начать трехлетие труда и занятости. И у нас как конкретная задача, например, тот уровень безработицы, который у нас зафиксирован постоянно на 1 января 2016 года, его снизить по крайней мере за 3 года 2 раза. То есть создать не менее 600 рабочих мест на территориях Ангеласского улоса. Я думаю, что считаю, что как раз тот план работы, который мы наметили, он очень хорошо переплетается с августовским указом главы нашей республики. Также в указе говорится об увеличении продолжительности жизни якутян до 77 лет и росте реальных денежных доходов населения в 2 раза к уровню 2015 года. Будет вестись работа по увеличению объемов строительства, ликвидации аварийного жилья, полному благоустройству жилого сектора, в том числе и в сельской местности. Ожидается замена зданий социальной инфраструктуры, находящихся в аварийном состоянии. Будут созданы и развиты сети школ по международным стандартам. Есть в документе и отдельный пункт о поддержке и развитии гражданских инициатив. Буквально до 1 августа 2016 года было признано аварийными 56 многоквартирных домов на территории Улуса. И до 2030 года мы должны ликвидировать полностью все аварийное жилье. Поэтому сейчас, например, у нас на территории района ведется работа со всеми главами муниципальных образований полностью по инвентаризации и, соответственно, например, признанию аварийными домов, чтобы их всех можно было к этому сроку ликвидировать. Но там еще и есть такой пункт, как это не только ликвидация аварийного жилья, но и, соответственно, увеличение ввода жилья по сравнению с 2015 годом в 2 раза. Все вышедшие указы лягут в основы разрабатывающейся стратегии социально-экономического развития республики сроком до 2030 года, о которой Илдархан впервые упомянул в своем прошлогоднем послании Государственному собранию Элтумен.